Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему удобрений и остановимся более подробно на минеральных удобрениях. Итак, я уже сказала, что условных можно поделить на несколько видов. Это азотные, калийные, фосфорные и комплексные. Но начнем, наверное, сейчас будет с самым востребованным. Это азотные удобрения. Что же делает азотные удобрения? Они способствуют быстрому усваиваемости растениям и быстрому росту. То есть высвобождают у растений тот потенциал, который способствует быстро наращивать зеленую массу. Азотные удобрения способствуют достаточно хорошему урожаю. То есть без азота, честно говоря, это невозможно. И что я еще хотела сказать про азотные удобрения. На мое мнение, что азотные удобрения лучше в весенний период разбросать по снегу, так как при тайне снега, азот достаточно глубоко проникнет в почву. И уже при росте растений, когда они начнут первые признаки прорастания показывать, у них уже будет достаточный запас питательных веществ. Основные представители азотных удобрений это у нас традиционно известные и любимые. Это мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония. Мочевина и сульфат аммония, они способствуют повышение кислотности почвы. Особенно с сульфатом аммония при выращивании гортензии это вообще неизменимый препарат. То есть и хвойники тоже, они любят среду покислее, поэтому вот эти удобрения, они немножко помните о том, что они повышают кислотность. Что еще можно сказать про азотные удобрения? Ну, конечно, если слишком много внести азота, то растение начнет быстро набирать зеленую массу, но это не будет способствовать хорошей отдаче урожая. То есть с азотом всегда нужно быть достаточно аккуратно и вносить его только весной и, наверное, первую половину начала лета, то есть это даже начало июня. Дальше, конечно, азоту нужно по содержанию уменьшать. Следующий представитель минеральных удобрений это фосфорное. Фосфорное удобрение оказывает положительное влияние на рост и формирование здоровых плодов. Без фосфорного удобрения тоже представить здоровый сад невозможно. Итак, какие же представители фосфорных удобрений? Ну, это всем известный простой и двойной суперфосфат, а также есть удобрения, которые не растворяются в воде, которые трудно растворяются в воде. Вот, кстати, простой суперфосфат. Там содержится в составе гипс, который не растворяется, плохо растворяется в воде. В двойном суперфосфате гипс отсутствует, он достаточно быстро растворяется в воде. А есть представители вот как раз фосфорных удобрений, которые не растворяются в воде, а растворяется в кислой среде. То есть его используют как раз на тех почвах, в которых кислотность достаточно высокая. Следующий представитель минеральных удобрений – это калийные удобрения. Калийные удобрения, как правило, вносят в третьей декаде лета, то есть это, как правило, август. И для чего они нужны? Они способствуют подготовке растений к зиме и повышают сопротивляемость овощных культур, деревьев, кустов к различным заболеваниям. Основные представители калийных удобрений – это серный кислый калий, хлористый калий, дальше серный калийный соль и в серно-кислом калии отсутствуют вредные для растений – это магний, хлор, те, которые не очень хорошо для растений. Также и натрий тоже отсутствует. Сульфат калия – это идеально для огурцов. Калийная соль подходит больше для ягодных культур. Как правило, калийные удобрения вносят при перекопке. Ну, что я могу сказать? Если вы начинающий садовод или по образованию не химик и вам сложно разобраться в том количестве химических названий, которые я вам назвала, не мучайтесь. Придите в магазин и берите специализированные удобрения, которые, ну, вот как вот здесь, например, весенние удобрения. Это явно оно предназначено для весны. Здесь, как правило, азота побольше и то, что нужно, в общем-то, растений при весной. Есть такие удобрения осенние, есть для лета, есть специализированные для газонов, для гортензий, для различных других культур, для огурцов, для... Ну, то есть, фактически, производители для каждого овоща или же для каждого кустарника придумали какие-то свои обязательные удобрения. Поэтому не думайте о том, как быть и что выбрать. То есть, все вам здесь идет в подсказку. Ну, и еще последний представитель минеральных удобрений – это комплексные минеральные удобрения. Как правило, в состав этих удобрений входят еще какие-то дополнительные вещества, которые объединяют в себе самые все необходимые и дополнительно еще включают какие-то дополнительные другие компоненты. Ну, вот, например, явным представителем является такой вот диамофоска. Здесь содержатся калий, фосфор, азот и еще дополнительные вещества, которые улучшают микрофлору почвы. Нитрофоска, который содержит в себе маленькое количество азота или вообще не содержит, и содержит натрий, калий и фосфор. Ну, самые такие вот необходимые вещества. Калийная селитра, которая содержит в себе калийные соли, плюс еще фосфор. Ну, их достаточно много, комплексные, и как-то они по составу немного все друг друга отличаются, но суть в них в том, что, вот, что можно про них сказать, что комплексные. Они, как правило, по составу более богаче, и спектр действий у них гораздо шире, то есть они подходят фактически для всех видов растений, для всех ягодных культур. Поэтому вот, мне кажется, все-таки предпочтение надо отдавать комплексным. Ну, как я уже сказала, у них шире спектр. Как правило, комплексные минеральные удобрения, они не имеют сезонности и применяются, как правило, с весны до осени. Но, опять-таки же, нужно читать состав. Помните, что все-таки азот мы вносим весной, фосфор в второй половине лета, калий вносим еще чуть дальше. Так что я думаю, что все мои советы вам пригодятся. В следующем ролике мы рассмотрим с вами органические удобрения и остановимся на них более подробно.